Я всех приветствую, Надежда Лоскутова и вы на моем канале. Я хочу с вами поделиться своим, нашим точнее скажу, любимым напитком и не только напитком. Из апельсинов и кроме всего прочего из четырех апельсинов у нас еще получается домашний джем. Выгодно очень, экономно очень и самое главное, что это натурально, без всяких ешек. И я пришла к тому выводу, что все-таки нужно варить самостоятельно, вернуться к своим любимым рецептам и с этими рецептами я хочу поделиться с вами. Итак, для рецепта, который в основе есть, я беру четыре апельсина. Я их замораживаю, вот они уже прям заморожены, это из заморозки я вытащила. Четыре апельсина это основной компонент, который нам необходим. Нужен сахар, нужна лимонная кислота и вода. Мы ждем, когда они растаяли, каждый из них. Значит апельсин режем, обязательно вот выбираем отсюда зернышки. Все там чистенько, пустенько. Четыре апельсина. Берем и все это сбрасываем сюда. И еще у нас вот такое. Это собранные апельсиновые корочки и в том числе лимон. Лимонные корки, которые тоже прошли заморозку. Заморозка необходима для того, чтобы убрать горечь максимально. Сейчас все вот это будет вместе. Можно это пропустить через мясорубку, а можно это проработать в блендере. Можно это сделать в мясорубке, но я пробую в блендере. В блендере. Я делаю на одну банку. Сколько? Чайную нырочку без вверху. Сколько на банку? Полбанки, да? На банку литр. На полбанки 500. 500 грамм. Достаем из холодильника жидкость, которая простояла в холодильнике как минимум 10-12 часов. Спешить не нужно. Вот эта мздра может в дальнейшем, если даже сейчас ее оставить, она будет давать вкус горьковатости. Поэтому чем меньше туда попадет эта мздра, потому что здесь много корок, тем будет комфортнее напиток. Можно только слегка, вот таким вот образом, но не нажимать, не давить. Эту мздру мы сейчас собираем в одну емкость, а весь сок мы собираем в другую емкость. У каждого свой вкус. Обязательно нужно попробовать этот напиток, вот как он, какого вкуса. Добавлять хотите вы сахар или не хотите добавлять сахар. Может быть хочется кому-то добавить немножко лимонной кислоты. То есть это обязательно нужно сделать и по вкусу. Вот и далее мы сразу же это выливаем, вот когда уже готовый у нас сок, вот этот мы выливаем в графины. Так как у нас народу много, графинов много, вот и вот таким вот образом я не спешу добавлять много воды. В среднем, в среднем очень часто такое бывает, что одна порция сока разбавляется двумя порциями воды. Но бывает апельсин по вкусу сам немножечко, ну какой-то кисловатый, какой-то там пресноватый. Поэтому никогда не бывает одинакового. Пробуйте и далее делайте уже по своему собственному вкусу. Итак, в этот раз, подчеркиваю в этот раз, у меня получилось здесь в общей сложности почти 9 литров. Иногда, еще раз подчеркиваю, может быть меньше, может быть чуть больше, все зависит от вкуса, то есть от сорта апельсинов. И иногда бывают апельсины очень мало дающие сок, поэтому может быть меньше. Но в среднем где-то вот уж точно 8 литров-то чаще всего получается. И еще вот такая вот, вот столько мздры. Но, подчеркиваю, я показывала, что в этот раз у меня собралось много корок от апельсинов и немножко лимонов. Я лимонную кислоту немного добавляла. И вот у меня получилось, что очень, ну довольно-таки большая такая, видите, порция мздры. Сейчас я из нее буду делать джем. И началось все с джема, я очень захотела апельсиновый джем. Вот и дочь мне тут говорит, мама, перестань бы покупать там одни сплошные Е. Я, честно скажу, никогда не смотрела джемы на присутствие Е, потому что, ну как бы варенье, оно там нечему портится, в общем-то. Варенье и может состоять годами законсервированное. Однако, в последнее время, действительно, во всех буквально джемах апельсиновых присутствие энного количества этих ешек. Я решила сделать себе натуральный джем, но не пропадать же соку. Из этого сока вот вкусняшка такая получилась. Очень вкусная. Прям вот, шаль, что невозможно передать вам вот этот вот весь вкус, который у нас тут получился. Как я буду делать джем, я сейчас дальше вам покажу. Сюда, значит, вот, добавляю. Я добавляю водички сначала немножечко. Вот, и добавляю сейчас. Значит, если на 4 апельсина, то нужно добавить, но, в принципе, где-то имздры там из 4 апельсинов, нужно еще добавлять где-то пол-литра сахара. Так как здесь у меня больше имздры и корочек, я добавляю сейчас сюда килограмм. Я это размешиваю. И в этот раз я хочу попробовать, эксперимент так эксперимент, я хочу попробовать сварить джем в мультиварке. Поэтому я сейчас это переливаю в кастрюлю от мультиварки и далее уже я вам покажу, что у нас получится. Итак, закрыли, естественно, крышкой. Включаем варка пар. И по программе нашей скороварки, пароварки, скороварки, 30 минут. Итак, вот, посмотрите, сколько у меня получилось здесь. Вот сколько у меня получилось здесь вот такой вот джем апельсиновый. Очень вкусный. Я сейчас разливаю не в кипящем варианте, оно тоже немножко уже подостыло. Банки, естественно, помыли, стерилизую всегда в духовке. Это помыли банки, поставили в духовку, включая на 60 градусов. Как только со стекол духовки исчезает вот это вот запотевание, то есть стекло становится прозрачное, банки, в принципе, готовы, можно выключать и дальше уже я в них все разливаю. Естественно, заранее я приготовила все крышечки, которые здесь у нас вот к этим баночкам готовы. Так, и я дальше что беру? Я разливаю уже по банкам. Я налила, естественно, крышечкой закрываю все это плотненько. Вот. И далее вы можете поставить это где-то в комнате, только, естественно, не на прямых лучах солнечных, где-нибудь в прохладном месте. Рекомендую, желаю вам здоровья, благостей и очень вкусных, очень вкусных вареньей, компотов, еды. И мы еще с вами встретимся, и я вам расскажу еще о наших любимых рецептах, которые мы очень любим. Кушать, пить и есть. И вместе с этим здоровейте, потому что это витаминная кладезь, который ничем не заменим. Всего хорошего. Ставьте лайк. Там есть колокольчик, отмечайте. И тогда вы будете получать всегда оповещение о том, что у нас появилось что-то новое и интересное на нашем канале. Спасибо.